Всем привет! С вами Мисс Апаш, и сегодня я продолжаю прохождение заданий выживания Фимбул Винтер. Здесь вас ждет встреча с незванными гостями и бой с Тором, где я постараюсь дать ряд советов, как этот бой сделать проще. А пока смотрим кат-сцену. Что это? Бери лук! Ты кто такой? Можно войти? Я принес мед. Из меня плохой собеседник! Нам точно найдется о чем поговорить. Уютно. Утро! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сказал бы сразу, что не будешь. Зачем ты пришел? Из-за вежливости. Псс! С виду ты спокоен и рассудителен. Ты же... ...спокоен и рассудителен. Если того требует момент. Я бы сказал, что требует. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, кто я. Незадолго до начала зимы произошло некое недопонимание. О котором я сожалею. Но теперь мы все лучше осознаем, с кем имеем дело. Так, то, что ты сделал с его детьми, самозащита. Мы, асы, живем ради смерти. И, скажем прямо, они были никчемными. Но Байдер, другое дело. Он был моим следопытом, лучшим. Да, он утратил свой разум, но от него была польза, а теперь его нет из-за тебя. Понимаешь? За тобой должок. И ты тоже надоел. Что тебе нужно? Предлагаю мир. Может, мир устроит почтенного бывшего бога войны? Давай не будем убивать друг друга. Может, посидишь дома, дашь отдых ногам, не будешь искать ссоры со мной, и я отвечу тем же. При условии, что он, он перестанет искать Тюра. Да, мы знаем, чем ты занимаешься. Хватит. Старые порядки Тюра мертвы. Он мертв. Понятно? И тогда все, мы в расчете. Я даже пойду вам навстречу. Можете оставить себе пленника. Моего пленника. Да-да, я знаю, что ты здесь, рядом, сладкоречивый гаденыш. С какой стати нам тебе верить? Чего стоят твои обещания? А вот и он, мой старый подельник. А он похудел. Что бы он вам не сказал, это ложь. Чему ты и хочешь? Что, умнейший среди живых внезапно ослеп? Мы ведь хотим одного и того же. В общем, предлагаю тебе честную сделку. Я договорюсь со своей бывшей. Фрея вас больше не тронет. Никакой угрозы для парня. Тебя ведь это заботит, верно? Ну, что скажешь? Нет. Не затягивай. Наконец-то. Я давно этого ждал. Ты не здешний. У нас есть обычай. Кровавый долг. Это значит, ты поплатишься за то, что причинил боль твоя семья. Сейчас объединился. Итак, нам предстоит сразиться с Тором. Это сложный бой. На начальном этапе придется биться без оружия. Но тут все просто. Нажимаем без перерыва R1 и по ходу уворачиваемся. Блокируем или парируем атаки Тора, нажимая L1. Как только накопится шкала ярости, ее тут же лучше использовать. А шкала должна быть практически полная после возвращения Кратоса с Атреем домой. Я предлагаю тут начать с ударов R1, чтобы Тора не отбросила. И только в конце, когда ярости остается совсем чуть-чуть, сделай бросок глыбы, нажав L2. Я правда промахнулась. Но это не проблема. Тор первым же ударом был оглушен. А потом я предлагаю не нажимать R3, а набить на этой уже безобидной туши шкалу ярости для следующего этапа боя. Вообще бой состоит из трех этапов. Все они происходят в разных локациях. При этом каждый этап в одном месте делится на две части. То есть в совокупности получается шесть частей боя, которые разделены маленькими катсценами. Сейчас мы прошли только первую часть первого этапа. Чтобы перейти ко второй части этапа, нужно снести всего два деления здоровья Тора или немного больше. А вот во второй части каждого этапа нужно снести оставшееся здоровье, чтобы осталось всего одно или максимум полтора деления. Каждый же этап начинается с полным здоровьем Тора. Но если вы погибли, например, во второй половине этапа, то придется переигрывать эту часть не с четырьмя делениями здоровья, а с полной шкалой здоровья Тора. И это усложнит задачу. За время боя шкалу ярости можно набить три раза и соответственно использовать четыре раза с учетом ярости, имеющейся на момент начала боя. А в этом состоянии легко снести одно деление здоровья Тора или даже больше. В общем, это существенно облегчит задачу. Мы все в той же локации. Это вторая часть. Сейчас мы уже можем биться топором. И как вы могли заметить, я сразу же использовала спартанскую ярость. Минус одно деление здоровья. И получается, что в этой части боя остается снести всего два деления. Как видите, я использую ближний бой и практически только легкие удары. Иногда пытаюсь удерживать Р1 для использования навыка ледяной гребень. По ходу уворачиваюсь и пытаюсь парировать атаки. Не всегда удачно. Тем не менее, если же вас хватает, Тор, нужно быть готовым быстро нажать или один, чтобы парировать атаку. Если сделать это вовремя, то урона не будет. Тор снова оглушен, и я снова набиваю ярость. Кстати, удары без топора быстрее оглушает практически на полминуты. Тут я сократила этот отрезок. А теперь мы перемещаемся в новую локацию. Начинается второй этап боя. По ходу мы разрушаем статую Тюра. Мы ее еще увидим. Первым делом нужно нажать кнопку взаимодействия, чтобы ударить Тора колонной. А затем я быстро с ним сближаюсь, чтобы нанести серию ударов и активировать ярость. Но он отскочил, а мне он нужен рядом. И вот уже в третий раз я использую спартанскую ярость, начиная с легких ударов и заканчивая броском глыбы. С учетом попадания глыбы я снесла почти полтора деления здоровья. В этой локации есть еще две колонны, которыми можно нанести удары. И для первой части второго этапа я использую всего одну. Но лучше, чтобы Тор был рядом. У него будет больше урона. Неужели? Мои дети умерли, потому что тебе просто повезло! Первая часть второго этапа завершена. Убийца! Ты думал, здесь ты станешь отцом и начнешь новую жизнь? Так не бывает. Ты разрушитель, как и я. Но это еще не все. Ну уж нет. Я скажу, когда хватит. Переходим ко второй части второго этапа. Покажи мне, какой ты на самом деле. Вставай! Вообще, на втором этапе Тор начал проводить новые атаки, бросая топор. Поэтому на расстоянии теперь также небезопасно. Сейчас придется биться без ярости. Но у меня осталась вторая колонна. Ее я использую для удара. Лучше проводить атаки сразу после атак Тора. А для этого лучше быть поближе к нему, чтобы быстро подскочить. Не забывайте, что атаки с красными кольцами практически всегда не отбить, так что лучше уклониться. А с желтыми кольцами атаки можно попытаться парировать. Для других атак можно просто выставлять блоки. Кстати, на поле боя можно прихватить камень здоровья, что я уже сделала. И наконец, Тор снова оглушен. А я в третий раз набиваю на его туши ярость для последнего этапа. И мы летим в третью локацию. Молния от разряда молота с топором застыла и получилась типа дерева. Теперь будет немного посложнее. Тор проводит новые атаки с образованием красных зон, в которые нежелательно наступать. Но пока он молотил по льду, я с ним сблизилась и использовала ярость в последний раз. Больше такой возможности не будет. Вообще, когда Тор проводит атаки с красными зонами и молотит по льду, очень подходящее время приблизиться к нему и провести атаку. Если же вы наступили в красную зону, то тут же нужно нажать кнопку взаимодействия, чтобы выйти из состояния электричества. Ну и конечно же, если Тор вас схватил, нужно вовремя выставлять блок. И вот начинается заключительная часть боя. нажимаем Р1. А я продолжаю атаковать Тора, когда он молотит лед. Это самое удобное время, но важно вовремя вернуться после этого. А вот тут я не успела нажать вовремя блок, поэтому прилетела. Но осталось совсем чуть-чуть. Должно остаться одно деление. И вот бой завершен. Да, вижу ты сильнее моих сыновей. Хоть уже и не тот, что прежде. Но я не мои сыновья, а твой сын у все отца есть виды на него. вот он. Вот он, бог войны. считай, твой долг уплачен. Свидимся. Говорил же он справится. Кратус, это Синдри и Брок. Ну и драка была. Может... Домой, живо! С Атреем Один! Соня. Я подготовлю, брата. Ну пошли. Тут все рядом. Обратите внимание, что на льду остался зуб Тора. Этот зуб позже в игре тут также можно будет найти. А сейчас пора возвращаться к Атрею. Проведу Атрею. Как славно, что ты заводишь друзей. Мьёльнир, конечно, лупит. Будь здоров. Ты же знаешь, что его сделали мы? Ты уже говорил. Говорил, да. Просто не был уверен, что ты служил. Но этот топор хотя бы теперь кому-то служит. Иначе в чём не Готово. Сможешь попасть домой. И вот еще что, что малыш. Раз асы смогли заявиться к вам на порог, значит, сдохла ваша защита. Как вышвырнишь Одина, советую поискать другое пристанище на сегодня. Иначе можно и не проснуться. Я не оставлю свой дом. Да ну, сам знаешь, всему детс ничем не гнушается. Может, и шпиониться тобой, и разнести твой дом по брёвнушку, пока ты спишь. Он на все способен. Иди за мальцом, а я кое с кем потолкую, и, может быть, смогу устроить вас на время к нему. Брат! Я уж хотел тебя искать. Ты ранен? А ты? что он хотел? Ну, заплатить за крышу и он позвал меня в Асгард. Ишь ты, за дверью-то я вас не слышал. Я отказался, само собой. хорошо. Для чего ты искал Тюра? Скажи, что ищу его. Ты бы мне запретил. И ты скрыл это от меня. Я хотел тебе рассказать. Правда хотел, но раз ты узнал, я должен тебе показать. нет. Поверь, тебе нужно. Поверь. Ты лишился доверия. так дай мне его вернуть. Дай показать, что я нашел. К тому же, Один наверняка вернется. И Тор. А они, похоже, могут выбить дверь и войти сюда всякий раз, когда им вздумается. Есть лишь один способ от них избавиться. И кажется, я знаю как. Отец. А вот и новое оружие. Покажешь. Собирай вещи. Точно не знаю, что это такое, но судя по всему это стихия огня и льда. Что же у нас в сундуке? А в сундуке мы находим новую экипировку. В разделе нагрудной брони у нас появились надплечики мощи видера и кераса из прочной чешуи. На текущий момент обе экипировки сильнее текущей, так что имеет смысл что-то выбрать. Надплечики мощи видера обладают большей силой, а кераса из прочной чешуи большей защитой. Дополнительных бонусов никаких нет. Тут все зависит от того, что для вас важнее. Я попробую взять надплечики. В целом в броне сохранится баланс силы и защиты, но если вы пропускаете много ударов, усилить защиту будет иметь больше смысла. Тогда лучше взять керасу. Теперь идем в раздел оружия. До этого для топора у нас было только базовое улучшение старое топорище без дополнительных свойств. Сейчас же появилось новое улучшение яростное избиение дает плюс 2 единицы силы. Его и возьму. А дальше нас не пускают, пока мы не посмотрим все характеристики экипировки. Их 6. Сила, защита, руны, живучесть, удача и восстановление. И вот в меню у нас появилось второе оружие. Это клинки хаоса со свойством рун и стихии огня. Для клинков уже имеется базовое улучшение, стальные рукояти, но дополнительных свойств никаких нет. А теперь заглянем в навыки. У Атрея опыта пока мало, поэтому взять нечего. А вот для клинков советую сейчас что-то взять. Но сначала посмотрим, какие навыки мы можем использовать. В категории тактика доступен навык огненный бич-1. Как и для топора, для заряда стихии нужно использовать треугольник. Апалеонный бич-это уже когда во время действия первого навыка, то есть заряда стихии, нажимать р-1. При полном заряде стихии будет более мощный удар по земле с огненными волнами. В категории дальний бой доступно также два навыка. Рывок гипериона с прицеливанием и нажатием R-1 выручить не раз. Очень хорош для слабых врагов. При этом можно не дать им сделать ни одной атаки. Но это я еще покажу. В общем советую использовать. Пылающий выпад с нажатием R-2 уже позволяет пустить огненный импульс, поэтому более эффективен для поджигания врагов. А доступные навыки в категории ближний бой относятся к атаке во время бега. Сокрушительный хаос с нажатием R-2 а восстающий хаос с удержанием R-2. Сейчас я предлагаю взять навык в этой же категории смертельный хаос с нажатием R-1 во время бега. Удар при котором поражает сразу нескольких врагов. На начальном этапе до следующего босса у нас будут многочисленные слабые враги, а перед боем с боссом появятся еще очки навыков и тогда я уже возьму навык испарения льда, чтобы повыск урон. С навыками все. Заглянем в легенды. Там появилась новая запись о Торе. На всякий случай показываю. Тебе готов? Тебе готов? Иди. сдачи не надо ублюдок! Кстати, обратите внимание на эту монету. Она застрянет в скале и по завершению сюжета ее найдет один из персонажей, а Кратос застанет его за попытками вытащить эту монету из скалы. И у нас появилась еще одна запись в легендах, посвященная Одину. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. и удачи вам с прохождением!